Книга «Открытым оком», 10-й том, вопрос 2373, тема Святая Библия, Бытие 9,6 «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукой человека, ибо человек создан по образу Божию». Разве на Давида не распространяется этот закон, так как он умер своей смертью, хотя пролил море человеческое и невидное плитом крови, даже младенцев и женщин. Почему не были сделаны оговорки в этом законе для кого-то? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Прольется, то есть должна пролиться по закону, а не то, чтобы обязательно с ним такое случилось. Сколько на земле есть людей, кто лил кровь и живет себе в чистой рубашке с манжетами? Давид действительно был чемпионом по дикой вахханалии убийств, но он уничтожал те народы, которые изжили себя и были уже приговорены Богом к истреблению. Давид был лишь инструментом в руке Божьей. 2 Царство, 12 глава, 31 стих «А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под плиты, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами аммонитскими». Второзаконие 23, 3, 4 «Аммонитянин и мавитянин не может войти в общество Господне, и десятое поколение их не может войти в общество Господне во веки, потому что они не встретили вас с хлебом и водой на пути, когда вы шли из Египта, и потому что они наняли против тебя Валаама, сына Виорова, и Пифора Месопотамского, чтобы проклять тебя». При творении даются только общие черты будущего, «А жизнь вносит корректировы» «С отсрочкой некоторых частей плана на будущее». «Все мы умрем, но вот Илья и Енох восхищены на небо без смерти, но придет время, они будут снова на земле, и тут их убьют». Стихотворение По-советски повсюду поступайте Прошу прощения По совести повсюду поступайте И вам воздастся всемеро и больше Держи ее ни в камере, ни на тюремне пайке Ни свалки ей положены среди отбросов прочих Она не клялась сенаторам-царям Ей не положено сгибаться и уступать Арбитрам для души поставлено не зря Тиранам, деспотам не раз закрыла пасть И что бы ты ни делал для других За качеством приглядывает совесть Печешь ли внукам срывы пироги Заботьтесь, чтобы никто не подавился костью Когда же совести на горло наступает Выкручивает руки ей в запястье Она оглохнуть может, окажется слепая Попятится перед силой, силою и властью Урок невосполнимый для людей С сожженной совестью гниющих на корню Сплошь воровство и денег и идей В непробиваемую облеклась броню Трагедия уродства без нее Там голос обличения пролетает мимо Кого-то не обидев, не заснет Акафист и поет про жизнь Алима Когда же встретится с Иисусом и поймет Что он есть искупитель и судья Тогда орлу воскрешему полет Не преградят ни враг и ни друзья По совести делиться с ближним станет Тревожный сон услада только с ней Как много есть даже в священном сане Предпочитающих без Библии коснеть О совесть милая, ты нас не покидай Когда сознательно твой голос не услышим Когда в душе ее незрим намека и следа Тебя послал нам Иегова Вышний 2004 год Игнатий Тихонович Лапкин Субтитры создавал DimaTorzok